Ежегодно детский фонд проводит благотворительную акцию «Пасхальный звон». Разумеется, в условиях пандемии от традиционной формы отошли, и 30 семей получат пасхальные презенты, не выходя из дома. Да, привычно собраться за круглым столом и вместе испечь куличи не получилось, однако это не повод остаться без праздничного настроения. Детский фонд при участии спонсоров собрал для подопечных ценные подарки. Здесь и продукты первой необходимости, и сладости, и даже пища для детского ума, чтобы самоизоляция проходила интереснее. Сейчас очень много внимания уделяется жителям, когда 60+. А вот эта категория наших подопечных, они остались где-то в стороне, немного незащищенными. И наши семьи не имеют подушки безопасности. Они практически многие потеряли работу. Кто-то работал временно, кто-то вахтой. Они вернулись, и вот сейчас у них нет собственных средств. И наша помощь как никогда необходима. Подопечные фонда – бывшие дети-сироты. А ныне – мамы, которые одни воспитывают детей. У Серафимы двое малышей, а недавно из-за пандемии она потеряла работу. Поэтому такие подарки для нее имеют большое значение. Очень приятно. Детский фонд всегда помогает. То есть не забывает. Спасибо всем спонсорам, что они каждый раз готовы прийти на помощь нам в трудную ситуацию. И Серафима не единственная среди подопечных фонда, кто сейчас переживает тяжелый период. А ведь на 30 семей, которые поздравили в рамках акции, приходится 66 детей. Но уже тот факт, что светлый праздник они встретят с улыбками на лицах, вселяет надежду. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.